МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадио компании Гомель, студии Маргарита Шубукова. Доброй ранецы. На Гомельшнем протягивается акция «Наши дети». И в рамках старшиня Былвы Канкама наведаў дом семейного тыпа у Будакашалёве. Владимир Дворніку рушу выхованцам подарунки и праешоў з імі ў карагодзе вакол святошной ёлкі. Учаканне гостей выхованцы Будакашалёвского дитячаго дома семейного тыпа показываюць журналистам телерадио компании Гомель своя любимая цацкі и рассказываюць об захаплэнях. Гэта установа была открыта на початку 2015-го и зараз тут пражываюць 9 децей. Раўда, некоторые з ёх прайшлі сюды крыху пазні. С так званого першага набору двоі неполналетніх вернуліся ў биологічную семью. Батькі-выховальнікі тендэнцую аднаўлення семью вітаюць. Хоць реальність пакуль такая, што ўсі астатнія деці, верагодна застануцца тут да полналетця. За выключэнням Махчыма самага маленькага Тимофея, якому улютым спаўніцца два гады. У дом семейного тыпу ёго накіровалі на шэсь місяццў. Менавіта такі термін вызнашылі ёго биологічным батькам, каб кардинальна перагледзіць свае паводзіны. Менші, да, мамы, старші, старші, тетя Вика, Віктория Александровна, ну, по-разному, деці по возрасту уже 15 лет, уже, как бы, я ж не мама, можно сказаць. Стараемся ладзіць с биологічскими радзіцелями искать ў пащікан, так, што б деці возвращаліць по своим семьям. Старшыня гомельскага абалываканкама Владімір Дворнік праўжае ў Будакашалёцкі децяшы дом семейного тыпу с пыдарункамі і адразу урушае іх выхаванцам. Набору цукерак і роліковыя канькі кожному, уключаючы малінкага Тимофея. Калі меркаваць пыры акцій хлопчыка, такі падарунккі яму спадабаліся. Увугулі, ў рамках акцій «Нашы деці» без увагі не застанецца не адзін децяшы дом семейного тыпу. На гомельшыні іх зараз 39. У наступным годзі плануецца адкрыць яшшэ три. Пры гэтым наша воблаць з'являецца адзіны ў Беларусі, дзе ў сістымя дукасы не засталуся ні аднаго спеціалізаваннага дома-интерната, а ўсі деці, які маюць необхоннаць ў дапамозі дзержавы, знаходзіцца ў прыёмных і апекунскіх сім'ях, а таксама дамах сімейного тыпу. У правільнаці такой палітыкі тут піракананы. Урышці, калі децім з проблемных сім'ю паказаць іншую модель паводзіну. Іх жыцьо може змініться карэнным чынам. Забота о младшых, это і создання быта, і оказання помочі взрослым в садержанні дому, ведення домашнього хазяйства, распредеління бюджета. Ну, это все такі негласні уроки жызні, которая даёт сьогодні возможность именно быть уверенным в дальнійшій самостоятельной жызні. Олесін Цюров, Ольга Коновалова, Євген Макінка, телерадиокампанія Гомель, Збуды Кашалёва. Протягуя крошіць по Гомельська в області добрашіны проекта «Чистого серця». Черговое мероприємство, падназвай «Тяпло жа наших серців», пройшло для маленьких пацієнтів, якім Новый год придіться сустрыць не з батьками за сім'йным столом, а в больничной палаті. Подробязнасті в наступном матеріале. Дитячі офтермологічній отделіні Гомельська обласної спеціалізованій клінічній больніці. Налячі не сюди накіровують маленьких пацієнтів з усій в області. Зараз тут знаходяться 33 дітяти, а малюсім доведеться сустрыць нову году в больничних палатах. Менавіта тому волонтёры Гомельська медицинська коледжа вирішили організоваць свята праматут. Проведення ранішніку стало махчимым, дякуючи до помозі Беларусського союза жанчына і Беларусського товарыства червоного крыжа. Наша життя состоїть із традиції. У нас в областній організацій Беларусського союзу жінчин є така традиція. В преддверію Нового года приїжджати в детське офтермологічне отдеління Гомельської обласної клінічній больніці, щоб поздравити маленьких пацієнтів з Новим годом. Тому що, як ви самі понимаєте, діти остається тут на Новий год, і їм хочеться праздників. Історія сяброўства чотирох установок громадських організацій почалася шмат гадоўтаму. І Новий год ўже давно перестав бать адзіна подстава для сумісних добрачынных акцій. На гэтажі раз сустріча стала часткай масштабного проєкта «Чистага серця-2». Йон накераваны на оказанні допомоги і патрымкі дітям-інвалідам і молодым інвалідам. До речі у гэтам адзіаліні лячыні проходять діти із вустрыми патологіями, причиной яких стали травмы, запаліншіі процесы і природжені адкілінні. Болі семі лет приїжджають учащіся і руководство медицинського коледжа, і представітелі Союза жінчин с їх руководством, і поздравляють наших дітей з праздником, тих дітей, які остаўтся на Новий год. І, конечно, мы очень благодарны і діті, і родітелі им за это. Волонтёрскі отрад медицинського коледжа «Старфал» на вачах у дітей увасобіўся правдны цуд. Малінкі глядачы убачили істору пра новогодній сюрпрызі, прыгоды африканськой малпы у холодной і снежной Беларусі. Ми займаємся досугом молодёжі, учащихся, організовуєм различні мероприятия для дітей. Також на Новий год поздравляєм дітей в различних учрежденнях здравоохранення. От дітей поступаєт маса улыбок, таких приятних впечатлений. І, ну, коли дариш добро, і добро відвозвращається, це очень приятні емоції. Падписання буйных інвестдагавору у рамках міжнародных економічных форумів, модернізація промысловых і сельськогосподарших прадприємствів, узмацнення сувізів з російськими регіонами, адкрытию медыцинських установ і нової вынаходніства в учонах. А доходзешы 2015-й год на Гомельшині була азнашаны досягненнями у самых розных сферах. Не з'являюцца выключэнім і патриотышныя тематака. Ва усіх районах в області прашлі мероприємствы, працвішенні 70-годзю перамоги у Великой Ачыной войне. Олег Сентюров наведав грацкі поселок Лоев. Дзі сі оліта побудавалі меморіальний комплекс у гонор-возвоління Беларусі однямецка фашистських захопнікаў. Темай докладнага вывучэння першага этапа вытваління Беларусі пачас Великой Ачыны ў Лоеві займаюцца за 1983-года, калі яшчэ на громадскіх пачатках тут был свораны музей битвы за Днепр. Яшчэ прас два гады ён набыл офіційны статус. Але асаблівазначна гэтая работа актавізавалася ў апошні гады. Калі яшчэ ў 2008-м булові адомап прикладна 7 тысячах загінувших на лоевскім плацдармі бойцов і командіров Червонай армі, то сьогодні называется ўжо іншая і більш докладна яліжба 10453. Нам помогають очень в этом материалы інтернета. Такі сайты, як меморіал, подвиг народа, пам'ять народа. Они вміщають документы. Це списки безвозмездних потерь, це картотека военослужащих, які попали в плен, то есть немецкі архивы пополняються. Це книги пам'яти. Раз 70 годів пасля перамоги ў Списі невідомых заставаліся навыць прозвіше, не геройу Савецкого Союзу. Небы то был такі, а як загінув і депахавані, ніхто не ведає. Тым бож значні можна ліжць роботу, яка правідіна на гомичені. У саковікух гэтага года ў Абалуканками було прінято рашэння об реконструкцій центральной площі Лоева і увыковечування пам'ять геройу, які форсерувавлі Днепр і воювали на лоевскім плацдармі осіню 43-го. Бои за Лоевский плацдарм начались с 27 вересня 1943 года в районе Вёске Глушец. Непосредственно Лоев вызвали 16-го Костричника. По сутности, это стало початком вызволения всей Беларуси. Идея будовництва мемориального комплекса, присвеченного початку вызволения Беларуси, належить широку громадских организаций, инициативу потребовали на районном, потом на областном узровнях. Пляцовку с военной техникой, якая ранее належала музею битвы за Днепр, значительно поширили, причем колькость самой техники повеличили больше, как у двоям. Плюс реконструировали братские могилки, и не один на четверть повеличили вышинью стелы у гонор воинов-возволителей, и бодай самое головное – срабили аллею героев с прозвищами у всех 365 героев Советского Союза, якие воевали на Лоевском плацдарме. Для поравнания, подчас Курской битвы, якая вызначила увесь далейший ход войны, звание героев отримал 231 человек. Теперь мемориал у Лоеви – знаковое место не только для местовых жахаров. За это время, как он открылся, нас посетило очень-очень много людей из разных областей Белоруссии, и все, приезжая к нам на Лоевщину, благодарили и говорили, что это просто замечательно, что история живет. На створении комплекса у гонор-возволения Белоруссии от немецко-фашистских захопников працевали литерально у всей Гомичиной. На допомогу профессийным будовникам приходили не только местовые жахары, але и приезжали бригады доброохотных помощников из всех районов в области. Неоплошнюю чергу по этой причине работы завершили у степлые термины. Раз в три месяца тут почали проводить первые экскурсии. Старший прапорщик Хаджик Миржикян народился у Армении, але Белоруссии так само лечить своей родимой. Сегодня старшиня Лоевской районной организации ветерану войны у Афганистане разом со своими боевыми сябрами часто сустрекается с молоддю. И он переконанный, про 70 годов тема перемоги над фашизмом не стратила своей актуальности. К тому пободаваны все это у Лоеве. Мемориальный комплекс справа потребная и громадскознатная. А это была именно отечественная война. Война советского народа. Они поэтому шли, несмотря ни на что, положили свои головы, жизнь, не жалели крови своей. Именно защищали наши деды, прадеды, отцы нашу советскую землю. Олег Сентюров, Еген Макеенко, телерадокомпания «Гомель» Злоева. Республиканская акция «Беспешный Новый год» проходит в нашем регионе. В Лядовом палаце непосредственно на льду Дед Мороз и Знягурка провели конкурсы и викторыны. Основная мета акции – нагадать дорослым и детям, что у новогодней святы вельми важно выконывать правила безопасности при корыстании отцепляльными приборами, а так само при запаливании петардов и фейерверков. Для этих простосований есть жорсткие потребования. На все такие выработки повинен быть сертификат якости. Тим, кто будет корыстаться петардами и фейерверками, требует важливо читать инструкцию по эксплуатации. Еще раз хотим напомнить, собравшись здесь, в том числе детям, о необходимости соблюдения личной безопасности, безопасности в быту. На пляцах целя Палаца культуры фестивальной в Гомеле прошло интерактивное свято «Мастерня добра Дедау Морозов». Его удельниками стали наученцы усих школ советского района. Им целая команда Дедау Морозов дала майстер-класс по рукоделле. Агульными силами были сделаны некольки сотни сувениров. Усеяны прознашались тем, кто не сможет сустроить Новый год семьей або сябрами. Больше як 150 подарунков были адресованы маленьким пациентам Гомельской областной дитяшей клиничной больницы. Еще одну парту плановалось доставить в Гомельской областной клиничный онкологичный диспансер. А как подчас творения сувенира удельники акции не замерзли, тут для них организовали флэш-мобы. Меня сегодня удивило, что сегодня Дед Мороз помогает всем. У него здесь все самое лучшее, подделки. Я не знаю, он сам это делал, но у него самые красивые подделки. Я первый раз вижу такого самого настоящего Деда Мороза. После закончения майстер-класса от раз в 20 Деда Морозов погрузил сувениры у автобус под названием «Новогодний рейс» и отправился у дорогу, чтобы особисто доставить подарунки пациентам. 22-го студене станет ведомо имя выканауцы, який представить Беларусь на конкурсе «Евробашение-2016». Песенный форум отбудется в мае в шведском Стокгольме. Выбирать удельника от нашей краины будут выключены глядаши шляхом телефонного и смс-голосования. В финал вышли 10 выканауцев и групп. У их лику гемельчанин Александр Иванов. О творческих планах и подрывтовке до конкурса выканауца рассказал журналистам под час пресс-конференции. В 2014 году Александр стал переможцем конкурса «5.40», який проходит в Ялте. Однако беларускому и российскому глядачу и он больше вядомый, как удельник масштабного вокального шоу «Головная сцена». Беларусь вышел в суперфинал проекта. На его песне «Крыш и долонь» стало соправдным хитом. Зараза Александр является артистом продюсерского центра вядомого российского композитора Виктора Дробыша. Идея у делу отбора на Евробачене заявилась Амалю «Опошний момент». На то, якаб выбрать песню и подать заявку, было у сяго некольки тыдню. Однако, по словах артиста, яму пошансовала. И все склалося добра. У конца листопада он выступил перед журналист житец-цверджальной песней «Help you fly». На першага «Снежне» стало вядомо, что Александр пройшел в финал. «Да помогу тебе полететь» – так назва композиции переводится с английской мовы. Аутар музыки Виктор Дробыш. Слово Александр написал в соауторстве с поэтессой мэры Апплгейт. Кончатковый вариант песни еще не готовый. Вядется работа и над сценичным образом. Однако некоторые сокрыты Александр Иванову все-таки раскрыл. С самого начала песни там наступает песнопение. Оно чем-то напоминает какие-то этнические песнопения, скажем так, бабушкины из деревни. Сразу задает какое-то настроение, какую-то атмосферу. Дальше идет современная уже музыка с какими-то синтезаторами, непосредственно гитарами. Она сама по себе роковая, тяжелая и массивная. В то же время она легко слушается. Песню «Help you fly» худко можно будет почуть у эфиры белорусских радиостанций. Александр Иванов отзначил, что выступать в финале будет под сценичным псевдонимом. Каб не блыто ли с полным тезкой, лидером российской группы «Ронда». Будет псевдоним такой, рабочее название «Айван». То есть это правильное прочтение английского имени Иван. Это понятно и для нас, и для Запада. Процвое спеваку Москве, однако выступать у Беларуси ему доводилось. На творчем вечере Виктора Дробыша, який отбылся на Минск-арене у Костышнику. А так само он примал дел у туры по Беларуси спевачки славы. Завитал он и у Гомель. Думаешь, Господи, почему я так нервничаю? Я же дома. А из-за того, что ты дома, ты нервничаешь еще больше, потому что твои родители в зале, и папа музыкант, и... Хотя и брат поддерживал на сцене в тот момент, когда я там выступал, все равно как-то волнение присутствовало. Потому что люди как-то... Трепетное отношение. Трепетное, действительно трепетное отношение к этому всему. Финал беларусского отбора на Евробачине отбудется 22-го студеня. Александр Иванов будет выступать под номером 7. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель». И на этом поколе сезда развитем падей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побольшиня. Редактор субтитров А.Семкин